Приветствую всех! Попробуем в очередной раз ответить мракобесам, тем более, что если никто им не отвечает, они распоясываются и считают, что им все позволено. В очередной раз поломанный будильник, давно прозванный в YouTube мудильником, дебильником. Если сказать совсем коротко, все те люди, которые так или иначе что-то сказали неблагожелательное в сторону будильника, попадают, так сказать, в его цеховой список, и он начинает высираться на этих людей, стараясь подогнать все под свою концепцию. Последняя его так называемая серия направлена против канала народовластия, ну и естественно Стас Котельников и Александр Арепьев. Александр Арепьев это фермер, Стас Котельников это бывший бизнесмен-строитель. Эти два человека, развивающие идеи народовластия, естественно, тут же стали цеховиками. Более того, он снисходительно называет их Стасиком, капюшонами, котелками, переходит на личности и так далее. Но самое главное, во всех его роликах присутствует слово «секта». А вот с этим мне хотелось бы разобраться. Получается такая интересная картина, что дебильник обвиняет всех людей, не согласных с ним сектантами, а на самом деле именно он сектантом и является, причем немнимым, не просто человеком, которого можно было бы назвать сектантом, а самым настоящим участником секты 9.1.1. Я говорил об этом еще год тому назад, пытаясь привлечь внимание людей к этой страшной международной секте. Эта секта не только российская, она распространена по всему миру. И появилась эта секта после известных событий 11 сентября в Соединенных Штатах, когда все конспирологи мира объединились в эту самую секту 9.1.1. С тех пор все, что происходит в мире, они называют постановками. Надеюсь, что когда-нибудь и Россия признает секту экстремистской. Ну а YouTube по меньшей мере закроет канал дебильника, так как то, что он распространяет, это очень далеко от здравого смысла и действительно может нанести урон человеческой психике. Итак, о чем же речь? И может быть я на самом деле просто клевещу в очередной раз на Вильгельма Варкентина. Давайте будем детально смотреть, тем более в предыдущем ролике я пообещал, что следующий ролик будет посвящен именно секте 9.1.1. Кстати, если вы этот ролик не видели, он расположен на моем запасном канале Штарк 2. Пройдите там все, что касается диагноза господина Варкентина, если вы посмотрите этот ролик, вам будет понятно, с кем мы, собственно говоря, имеем дело. Ну а многие люди просто и без моих дополнений и так понимают, кто этот психически нездоровый человек. Так вот, что касается секты. В своем ролике он будет второй по ссылке. Год тому назад я рассказывал историю Лени Познера. Это американец, который в течение полтора года доказывал своим бывшим соратникам, по этой самой секте, что у него на самом деле был ребенок. Так случилось, что его ребенок стал жертвой Ама Кляуфа. И после этого полтора года он вынужден был доказывать, что его ребенок на самом деле существовал. И ничего не помогало ни фотографии, ни различные документы. Конспирологи или эти сектанты 9-1-1 продолжали терроризировать семью, требуя даже эксгумацию трупа этого мальчика. Пройдите и посмотрите, этот ролик будет очень поучительно. Лени Познер объявил войну с сектантом и добился успеха. Вот эта дамочка, которая справа, она была осуждена на 5 лет и на очень крупный штраф. Я сравнил ее деятельность с деятельностью будильника, потому что то, что он делает, когда он издевается над жертвами различных терактов, когда он пытается родственников и участников различных трагических событий представить как актеров, в принципе он ходит по тому же тонкому льду. И я надеюсь, когда-нибудь настоящие родители, ну, например, Вани Фокина или еще кого-нибудь, кого он оскорбляет, в конечном счете подадут на него в суд. Потому что наши разговоры на YouTube, это, конечно, одна история, но таких людей нужно наказывать. И вот эта американская история тому пример, как нужно бороться с сектой 9-1-1. В российском информационном пространстве секта 9-1-1 представлена одноименным форумом, который так и называется 9-1-1. И его, конечно же, презентирует на своем канале Будильник, потому что канал Будильника является ничем иным, как прямым ретранслятором идеи секты 9-1-1. На этом форуме любые события, которые происходят в стране и в мире, представлены как некая цеховая постановка. Всех людей так или иначе априори заносят в цеховики, всех блогеров, кто не согласен с Будильником, заносят в цеховики. Существует такое понятие, как цеховая солидарность, цеховая постановка, матричное мышление и прочая белиберда. Вот достаточно посмотреть буквально последних два ролика Будильника, и вы увидите, как он сыпет этими терминами. Я ничего против него не говорил, даже учитывая то, что он отмывал Вадима Харченко, цеховика. Ну, у меня было сомнение, цеховик он или как бы... Ну, цеховик он прикрученный, или у него просто, так сказать, оппозиционный. И теперь он именно цеховик в чистом виде, либо это цеховик. Мальцев, да, цеховик. Мальцев в цеху давно, но Ивана могут просто, например, использовать в темную. И у него вот это искреннее матричное мировоззрение в башке. Путин, Путин, кровавый Путин. Ну, этим славится большинство цеховых блогеров. Они докупают просмотры, ну, чтобы из вип-цеховиков, так сказать, ну, не могу я не прокомментировать и не начать свое собственное народное расследование. Ну, о моем контенте, который разоблачает цех, можно, вставляя в них опять же цеховые видео, якобы разоблачая аргументы железобетонные многих устроенных цехом постановок. Далеко ходить не надо. Любой ролик баузельника так или иначе будет говорить о цеховых постановках. На этом форуме есть два духовных учителя. На форуме они представлены в виде админа под именем Дмитрий. И второй – это самый активный участник этого форума и буквально теоретик этой секты – некий Антон Сизых. Достаточно известная теперь уже личность. Он привлекался к уголовной ответственности. И везде, в интернет-пространстве, ВКонтакте или в живом журнале, ну и в том числе, конечно же, на форуме 911, он представлен под ником Горожанин. Так вот, Дмитрий и Горожанин – это два, так сказать, отца-основателя российского филиала секты 911. Ну а теперь давайте посмотрим, как часто в своих роликах Вильгельм Варкентин озвучивает идею или мысли этого самого Горожанина. Ну вот здесь вы видите ролики, где будильник так или иначе напрямую, даже в названиях, указывает Горожанина. Горожанин о цеховой постановке – гибель группы Дятлова. Горожанин о глобальном театре цеха – часть 2. В этом ролике, кстати, Варкентин вам расскажет, что цех – это нантура дьявола, о форуме 911 и так далее. Горожанин о катастрофе ТУ-154 по Смоленскому. Насколько я знаю, именно за активность вот в этой теме Горожанина пытались привлечь к уголовной ответственности. Что понимать по терминам постановка? И здесь опять же живой журнал Горожанина. Горожанин о путях найма актеров в постановочном «Мраза» спектакле. Постановка убийства Немцова – это очень большой пост Горожанина, где он пытается представить убийство Немцова, как, естественно, постановочное, где якобы труп Немцова лежал уже довольно давно в морге, а затем его привезли и выложили зачем-то на мост. Ну и прочая фигня. Там в нескольких страницах рассказывается вся эта ахинея. Постановка убийства Немцова, вот часть вторая, опять все тот же Горожанин, опять все тоже ссылки на его живой журнал и так далее, и тому подобное. Одним словом, вы видите, что будильник напрямую ссылается на Горожанина, самого активного участника секты 9.1.1. Несколько лет назад мы совершенно случайно попали на форум о глобальных постановках 911 ТМ. Более года изучали параллельно расследование событий, катастрофы, изучая фото, видеоматериалы и многое другое. Чувствовали себя людьми, занимающимися чем-то серьезным и интересным, не будучи пользователями форума. Со временем начали замечать некоторые негативные моменты, которые нас дико раздражали. На форуме есть интересные материалы для изучения и исследования, видна гигантская работа по сбору и анализу какой-либо информации с сочетанием с странными, на наш взгляд, моментами. Это и админ сайта, и грубое отношение к пользователям, и негласный запрет критики каких-либо доводов, фактов в каких-либо расследованиях, которые, на наш взгляд, были слабыми и портили всю картину какого-либо расследования, удаление критических постов администрации и многое другое. Спустя некоторое время мы пришли к выводу, что принимать участие в расследованиях данного форума или же изучать материалы форума о постановках неуместно по многим причинам. Для нас эти причины являются серьезными. Один из немногих вариантов, при котором вы будете вызывать полное доверие у верхушки форума, это уверование в основную идеологию форума, в нелюти тварей, питающихся людской кровью и мясом. Складывается предположительное ощущение того, что админ форума находится в каком-то измененном состоянии психики. В правилах форума среди прочих обычных условий есть такой пункт. На сайте, ссылка на который имеется в описании данного видеоролика, возможно вы увидите настоящие причины подобного прискорбного положения дел с форумом 911-Т. Взглянем на эталон форума, горожанина, соратника админа форума, идейного вдохновителя форума о постановках. Давайте изучим некоторые его посты в живом журнале. Можете полностью прочитать данные посты, будьте осторожны, читайте порциями, не ломайте психику сразу. Озвучим небольшую часть. Часть первая. В предыдущих публикациях говорилось о нелюдях, которые скрытно живут на планете, паразитируя на людях с помощью созданных для людей институтов и матриц и готовясь к открытому существованию. Для подготовки перехода развернуты программы по истреблению большей части людей, изменению психики и физиологии меньшей, оставляемой для нового мирового порядка части. Паразитирование осуществляется через гибридных существ, тварей или тваренных, и через затваривание остальных людей, физиологическое и психическое. Особой разницы между тваренными и затваренными нет. Поведением, делами и умыслами они схожи, физиология и психика затваренных стремится дублировать твареных. Нет смысла выкладывать больше. Вкратце о данной теории. Горожанин на полном серьезе утверждает, что на планете Земля с неких времен идет борьба против человечества, а именно против людей. На одной стороне – обычный человек, на другой стороне – нелюди, твари, мрази. Нелюдь – существо, живущее тысячи лет и питающееся кровью людей, плотью любых живых существ, в том числе и телами людей. Горожанин внес эту теорию на форум. Админ форума частично согласен с данной теорией. Админ связывает теорию горожанина и постановки, поддельные катастрофы и другие происшествия. По их мнению люди, которые вольно или невольно стали участниками каких-либо событий, обозначенными администрацией форума как постановки, похищаются и отдаются для питания, жертвоприношения нелюдям, тварями и мразями, из которых, видимо, по версии горожанина и админа и состоит пресловутый цех. Теперь, наверное, вам стало ясно, почему администрация форума так критически относится к просьбам прояснить для новичков такие понятия форума, как цех, твари, мрази, нелюдь, и создать факт по ним. Потому как новые пользователи дадут им обозначение «Дичь дичайшая», если они начнут пояснять что да как. Любые теории имеют право на жизнь. Решать вам, устраивает ли вас это? Теперь посмотрим на символы, которые применяет главный идеолог форума 911-TM о постановках «Горожанин». Я вам буду рассказывать взгляды и расследования горожанина. Решил снять видео, показать концепцию горожанина. Именно поэтому я и снял ролик по мотивам исследований горожанина. Сегодня продолжил тему разбора постановок. И я вам зачитаю один интересный комментарий горожанина. Ну и поразмыслим над ним. И хотелось бы сегодня зачитать маленький пост горожанина по теме цеха с формы раны. Это отмечал горожанин. Вам лезть в фотографии, открывать, которые анализировал горожанин отдельно от ролика. То есть я буду зачитывать его выводы. Но вы сможете перейти на ЖЖ горожанина и посмотреть все без высоциальных знаков. На форуме и в его живом журнале у него применена аватарка. Это звезда Сварога, квадрат Сварога. Наверное вы догадались, кто использует данный символ и остальные языческие символы, это различные движения неоязыческого толка. На форуме имеется такой же символ на всех страницах, на фоновом изображении. Первый пост, имеющийся в соцсети «Живой журнал и других о нелюдей и тварях от горожанина», датирован 23 июля 2011 года. Есть более ранний пост от 15 сентября 2010 года с упоминанием тварей. В 2009 году на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с неким Трехлебовым, именующим себя в данное время «Ведогором». Анализ данного персонажа говорит о том, что он является последователем неоязычества и родноверия. В том видео он ввел лекцию и озвучил термины «твари» и «тварные существа». Связь горожанина с подобными организациями и связь его идеологии и идеологии подобных организаций очевидна, как и участие горожанина в онах в прошлом. И очень похоже на то, что он не является полноценным автором своей идеологии. А всего лишь взял ее на вооружение у одного из лидеров подобных неоязыческих организаций и внес ее на форум 911 темпах. Адекватным людям понятно, что заявлять подобное и иметь тесную связь с какими-либо организациями неоязыческого толка, да и вообще с какими-либо организациями подобного рода неуместно, тем более как-либо разделять с ними их взгляды на мир и их идеологию и на этом строить свои расследования. Но они это не заявляют на главной странице форума. Идеология про нелед не подкреплена какими-либо расследованиями от админа форума, горожанина или кого-либо еще, в которых имеются серьезные доказательства, факты, свидетельства людей о существовании нелюди, гибридов тварей, нет фотоматериалов по телам нелюди, нет ничего. И ведь на самом деле форум, админ форума и идеолог форума горожанин не скрывают своей связи с подобными идеологиями и движениями. Что полностью дискредитирует данный ресурс и все его расследования. К сожалению новичок попадающий на данный форум не знает ничего из того, что рассказано вам в этом видеоролике. Немногие делают подобный анализ форума и увидят его связь с подобными организациями. В общем форум напоминает по многим косвенным и не только косвенным признакам некое сообщество, секту, основанное на конспирологической версии существования нелюдей и тварей, взявшей некоторые идеи у некоторых адептов, лидеров странных движений не языческого толка или как минимум разделяющие с ними их идеи. А каких адекватных, заслуживающих доверия в обществе качественных расследованиях форума 911-ТМ можно говорить при таких обстоятельствах связи главной идеологии форума и идеологов форума с мягко говоря странными организациями не языческого толка. А также участие в прошлом главного идеолога форума, горожанина в такой организации. Неужели есть люди, которые считают, что данные обстоятельства могут стоять рядом с понятием качественное адекватное непредвзятое расследование. Итак, я думаю, у вас уже не осталось никаких сомнений, что на самом деле фактически будильник это канал, куда переносятся темы этого форума. А если вы еще пролистаете некоторые ролики будильника, ну скажем, прошлого года, то, конечно, вы там постоянно будете слышать слово мы. Мы это наши идеи, мы это стая и в том числе прямые ссылки на Дмитрия и горожанина. Вот и все, господа, все элементарно на поверхности. Есть некая секта, развивающая мысль о цеховиках, цехе и тому подобное. И есть конкретный официальный канал этой самой секты на YouTube. Зависит, конечно, от нас, от вас или от других блогеров, будет ли дальше существовать эта секта на YouTube или мы совместными усилиями как-то попробуем этому сопротивляться. По крайней мере, я и еще несколько блогеров, все, кто так или иначе сталкиваются с будильником, включаются в борьбу с этим каналом. Я надеюсь, что нас будет больше. Таким образом, можно по цехам понимать контору дьявола, если воспринимать мир через концепцию бог-дьявол. Можно понимать цех как контору тварей, можно понимать цех как контору абсолютного зла, который держит человечество в рабстве, не дает ему снять вот эти вот оковы с глаз. Цех также можно рассматривать как контору экспериментаторов в нейтральном смысле, когда над человечеством идут бесконечные эксперименты. Сейчас идет эксперимент электронный концлагерь, так сказать, жестокий, достаточно и нечеловечный эксперимент. Поэтому основной миссией цеха является расчеловечивание человека, изменение его генетики, чтобы все стали тварями. Вот это, в принципе, глобальная задача цеха. Все вы сейчас слышали то же, что и я. Теперь мы лучше понимаем, что такое цех. То есть для верующих людей, которые верят в Бога, неважно, мы не берем даже какую-то религию определенную, грубо говоря, все верующие люди, которые являются представителями какой-то из вер, для всех из них, получается, цех является конторой дьявола, как говорит наш Вильгельм, или там конторой тварей. Тогда, по Вильгельм, понятно. То есть вы тогда как бы просто переориентируете свой канал, и вы исходите при анализе всех событий из... Ну, как бы так, не пытаетесь даже как-то аргументированно просить какие-то HD-записи, вы сразу говорите, это все происки дьявола, говорите, это все происки сатаны, говорите, это все происки, я не знаю, там, тварей там каких-то, да. Ну, как бы так это людям преподносите, что у вас контент является таким, как бы сказать, специфическим в определенном степени, да, то есть как бы вы так и говорите, есть какие-то силы, есть зло, да, есть какие-то злые духи, рассказывайте так уже, чтобы было, ну, более понятно, потому что я думаю, многие до этого момента, до этого кусочка, у них могли быть сомнения вообще, люди являются как бы представителями этого вашего цеха, но теперь вы явно всем сказали, что это не люди, да, что это какие-то твари, что это какой-то дьявол, да, что это там какой-то сатана, и он желает зла, всем нам, ну, тогда уже понятно, тогда вы уже можете поставить какую-то, может быть, отметку на своем канале, что у вас канал специфический для людей, которые верят в дьявола, для людей, которые верят в тварь и сатану, и так, мне кажется, будет намного логичнее и понятнее. Вот этот адекватный парень, канал Гришин 888, пройдите по ссылке, это типичный пример человека, который просто может соображать, он столкнулся с непонятными, противоречивыми высказываниями Вильгельма Варкентина и начал задавать вопросы, то есть то, что говорилось о людях, которые случайно попали на форум секту 911 и столкнулись ровно с такой же самой проблемой. Они стали задавать вопросы, за что были забанены и изгнаны из этой секты. Ну а Гришин, я думаю, это его настоящая фамилия, столкнулся с Варкентином в деле Харченко Вадима. Это тот самый парень, который предоставил нам съемку с камеры, ночную съемку, и был тут же определен будильником в цеховике. Знаете почему? Потому что, по его мнению, запись не была в HD-качестве. Если бы запись оказалась чистейшей, тогда, возможно, будильник бы рассматривал как настоящие. Ну а раз они вот такой плохой камерой сняты, то значит, вот этот парень является цеховиком. Это, естественно, задело парня, и он начал дальше задавать себе вопросы. А в чем, собственно говоря, меня обвиняют? Меня называют цеховиком, а что же такое цех? Попробую-ка я разобраться, что же на самом деле говорит Варкентин. Как вы видите, он еще до конца не понимает, но он уже услышал слова «темная сила», «дьявол», «твари», «затваривание» и пока еще только задает вопросы Варкентину. Мне уже задавать вопросы Варкентину не надо, ибо я в этой теме разобрался. Разберется, конечно, и Гришин, как и все остальные, надеюсь, разберетесь и вы. Как вы слышали, будильник, являясь прямым ретранслятором Секты 911 на YouTube, не стесняется в своих роликах употреблять иногда выражения, затваривания твари, человеческие эксперименты, человеческие жертвоприношения и так далее. Просто говорит он это редко. Я думаю, может быть, временами таблеточки попивает и приходит в себя, понимает, что всю концепцию форума открывать на YouTube он не может, ибо вот такие ребята, как канал Гришин 888, просто поймут, о чем речь. И тогда отписки от его канала начнутся массовыми, ибо адекватных людей все-таки больше. И если до сих пор люди задавали себе вопрос, а что же такое цех? Может быть, цех – это путинский режим? Может быть, цехом можно назвать Соловьева, Киселева и всех остальных? Да, пожалуй, мы с этим согласимся. Но в том-то и дело, ребята, что цех – в понимании Вильгельма Варкентина, горожанина, тот, кто придумал всю эту идею, админа Дмитрия этой самой секты 911, цех – это некая организация, находящаяся под предводительством нелюдей или тварей, правящих якобы на земле и проводящих с нами эксперименты. Им необходимы жертвоприношения, и именно поэтому они там и сям устраивают падение самолетов, взрывы домов, а затем люди исчезают якобы при этих постановках, ну и напрямую идут, не знаю уж, на скрещивание с тварями или, может быть, на их подкорм или еще на что-то. В этом, пожалуйста, разбирайтесь сами, если вам интересно. Для меня однозначно, что это больные люди и типичные сектанты, распространяющие, ну, совершенно неподребную для нормального ума ересь. В каждой секте, знаете ли, свои заморочки. Одни верят в какую-то Анастасию, бегающую по лесам, вторые верят в пришествие Иисуса Христа, некого Виссариона, который уже сейчас существует, четвертые начинают разговаривать непонятными языками, имитируя животных и называя именно это схождением Святого Духа. Ну, а вот пятые, например, рассказывают людям о наличии неких тварей, затваривания человечества и постановках этих тварей здесь на Земле, именуемые цехом или цеховыми постановками. Я продолжу этот разговор о секте и форуме 911, потому что считаю, что это достаточно обширный форум, и он затягивает в своей сети людей именно тем, что предлагает разбираться в постановках и называет все это какими-то таинственными названиями типа цех, а на самом деле люди не замечают, во что они, собственно говоря, вляпались. И когда многие из них открывают эту подноготную о тварях и нелюдях, в этот момент им все становится ясно, и они либо порывают с этой сектой, либо, как это было в случае с Будильником, погружаются туда все больше и больше. Меня он называет цеховиком, как и прозвал цеховиком автора канала «Антидот», который тоже в ужасе от того, что он слышит и пытается разобраться во всей этой ереси. Ну, наверное, это естественное желание для каждого нормального человека. Ну вот на 911 люди пишут. Вот он пришел на этот сектосайт ублюдков, которые глумятся над погибшими постоянно в разных трагедиях. Им все ни по чем, понимаете. Вот предела нет у ихнего безумства. Я не верю, что это нормальные люди. И ни такого нормальный человек не сделает. Не будет подобное заявлять вообще, что это не было трагедии, что это постановка. Четверо человек, четверо детей погибло. Вот фотографии те же самые. Ну и пишут. Непонятен следующий момент. Что такое в палатках могло гореть так сильно, что сталь кровати потеряла прочность и потекла. И при этом за периметрами палаток деревянный настил не обуглился. Внутри сгорели, там вещи лежали, потому что за пределами палатки ничего не лежало. Палатки вовнутрь обрушивались и горело все. Чтобы погнулась сталь достаточно 500 градусов. При пожаре до 1000 может доходить. И больше даже. Смотря что горит. Там же и пластик какой-то по-любому был. Такое впечатление, что кто-то с огнеметом поразвлекался. Ну ебнутые наглухо вообще. С огнеметом пришел, кто-то поразвлекался. Чтобы потом вот эти вот расследователи заметили это и сказали всем, на весь свет рассказали, что они раскрыли страшную тайну. Что там никто не погиб в действительности. Что это вообще не детский лагерь. Что это была постановка специально сделана. Чтобы раскачать энергию, как они говорят. Чтобы напитать этой энергией людьми. И людей трагедии им нужны для этого делать. Специально они так делают. Цеховики. Так вот я, если это когда-нибудь дойдет до Воркентина, хочу еще раз ему заявить. Я являюсь атеистом. То есть я не верю ни в каких богов, дьяволов, сатану, различных непонятных мистических существ. Называйте их у себя тварями, нелюдями. Да как угодно вы их называйте. Их для меня не существует, как не существует никакого потустороннего мира. А теперь докажи мне, что я являюсь цеховиком и работаю на какой-то мистический цех, руководимый вот этими существами, нелюдями, если я даже не верю в их существование. Как они могут меня нанять? Или каким образом они оплачивают мою работу? Или почему я должен делать какие-то ролики в угоду какому-то цеху, если единственная цель этого цеха является, как говорит сам Воркентин, затваривание людей? Я бы, может быть, и готов был сделать ролики на заказ, но мне нужно понимать для чего, для кого, с какой целью. А когда организация как бы не существует, нет никакого официального офиса, нет никакого представительства, нет никакой конкретной программы идеологии, невозможно найти ни одного человека из этого самого цеха. И при этом этот человек нам беспрерывно, просто нон-стоп внушает мысль, что все мы являемся цеховиками. Господа, это не что иное, как бред. Проявление бреда и бредовых идей. Мы, к сожалению, столкнулись с сектантом, давно повернутым на странных мистических идеях. У него постоянно путаются мысли. Он пытается одно выдавать за другое, пытается завуалировать идею своей секты для того, чтобы не вылететь из информационного пространства. А некоторые блогеры даже поддерживают этого человека. Спрашивается, вы действительно верите в нелюдей, в тварей? Вы на самом деле готовы быть последователями этой секты? Вот мне интересно понять мнение тех, кто сейчас считает Вильгельма Варкентина адекватным человеком. На основе чего вы приходите к таким выводам? Потому что он расставляет шахматные доски на своем фоне? Или как вот в этот раз вот это маленькое подтверждение своего тщеславия изо всех сил выставлено на показ для того, чтобы вы обратили на это внимание? Или вы хотите сказать, что умение играть в шахматы делает человека особенно умным? После всего того, что вы слышали о затваривании, о тварях, о нелюдях, о жертвоприношениях, ребята, вы на самом деле готовы в это верить только потому, что человек играет в шахматы? Серьезно? Неужели вы не понимаете, что и шахматисты, и таксисты, и юмористы, и все остальные, знаете ли, могут сойти с ума? Вот это такая особенность у человеческого мозга. Он иногда может работать нормально, а иногда показывает сбой программы. Вот в случае с будильником мы наблюдаем этот самый сбой. Именно поэтому я назвал его поломанный будильник. Ну а в следующий раз мы будем еще говорить о секте 9.1.1. И если у вас после этого ролика остались какие-то сомнения, во второй части я вам покажу прямую связь будильника с этой сектой, как происходит эта подпольная или полуподпольная работа на YouTube этой самой секты, и увидите настоящее доказательство самого Вильгельма Варкентина, подтверждающего, что он работает на эту секту. В завуалированном виде называя все это работой цеха. До следующей части. Всего хорошего.